Сегодня в нашем выпуске мы продолжим смотреть лекцию Уильяма Глэсхауэра с нашими юными помощниками. Познакомимся с историей жизни бывшего малолетнего узника гетто Вилена Красницкого. Послушаем короткое послание от пастора церкви Святой Троицы, что в городе Серпухов. Шаббат шалом, дорогие друзья! Вот, наконец-то, мы по пятницам. Шаббат шалом означает «мирные субботы». Самое главное для евреев – в субботу нельзя работать. Запомнить нетрудно, придерживаться приятно. Но соблюдение этой заповеди только кажется легким. В субботу Бог завершил сотворение мира, поэтому людям запрещен любой созидательный или творческий труд. То есть труд, с помощью которого мы что-то создаем или изменяем. А вот посмотреть наши передачи можно в любое удобное время. Ведь все выпуски доступны на нашем YouTube-канале «Две маслины лайв» и во всех социальных сетях. И не забывайте – лайки, комменты, репосты. Для нас важен каждый. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Уильям Глэсхауэр – выдающийся учитель Библии из Голландии. Он является президентом международного иерусалимского сообщества. Много лет руководит международной организацией «Христиане за Израиль Интернешнл». А также автором мировых бестселлеров, которые переведены на многие языки мира. Является ли Израиль особенным? Является ли особенным еврейский народ? А как насчет Иерусалима? Ответы на все эти вопросы Уильям Глэсхауэр рассматривает в контексте существующих отношений на Ближнем Востоке и важности его значения для церкви. Смотрим. Дорогие друзья, добро пожаловать на передачу «Почему Израиль?». Мы верим, что она поможет открыть важность и значимость Израиля в жизни каждого христианина. Основа нашей передачи – лекции всемирно известного теолога из Голландии Вильяма Глэсхауэра, который называется «Почему Израиль?». Представляем ее участников, знакомых многим по предыдущим передачам – Илью Кондратьева и Сару Попову. Всем привет! Дорогие Илья и Сара, приветствуем вас в студии «Две маслины лайф». Мы рады видеть вас. Сегодня вы снова выступите в роли экспертов в этой передаче. Ваши задачи не будут сложными. Уверен, вы справитесь. Напоминаю, о вашей задаче. Вам необходимо внимательно посмотреть очередной отрывок из лекции Вильяма Глэсхауэра, а после просмотра высказать свое мнение, дать свою оценку по поводу увиденного. Если у вас возникнут сложности с ответами, я буду вам помогать. Если у вас появятся вопросы в ходе просмотра лекции Вильяма, запишите их, пожалуйста, на листочке. А после просмотра вы сможете их задать мне или нашему главному эксперту Анатолию Ермохину. Он с нами на связи. Вы можете его поприветствовать. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. В конце нашего с вами обсуждения я попрошу вас посоветоваться между собой и определить главную мысль услышанного сегодня послания и написать ее на листочке Ватмана фломастером, который лежит на вашем столе. И в завершении передачи вы сделаете фотографию с этой надписью. Задача ясна? Да. Итак, дорогие зрители, мы начинаем очередную передачу «Почему Израиль», экспертами которой станут Илья Кондратьев и Сара Попова, а также Анатолий Ермохин. После просмотра мы снова увидимся с вами. Бог любит Израиль, как отец любит своего сына, и как муж любит свою жену. Бог заключил вечный завет с Израилем, когда сказал «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». «Двенадцать колен Израилев, которые вышли из Египта, прошли пустыню, вошли в землю, обетованную во главе с Иисусом на вину». И Бог сказал «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, но вы должны идти с верой. Если вы пойдете, вы получите обещанное вам». Каких размеров был этот участок земли, о котором идет речь? Был ли это весь западный берег реки Иордан? Да, полностью. Зачастую эту территорию называют западным берегом, но предпочтительнее называть ее «библейская земля Иудеи Самария», сердцевина земли Израиля. Но земля по другую сторону Иордана тоже принадлежит Израилю, поскольку два с половиной колена поселились на ней, на востоке от Иордана. Колено Рувима, Гада и половина колена Моносеина жили на восточной стороне реки Иордан. И каждый раз, когда вспыхивала война, они переходили реку и присоединяли их к своим братьям. А когда вновь воцарялся мир, возвращались свои дома. Очень часто люди говорят, что не находят упоминания Голан в Библии, и что эта территория, следовательно, не являлась частью земли обетованной, и что если ее отдойдут Сирии, в Израиле быстрее наступит мир. Естественно, вы не найдете упоминания Голан в Библии. В Библии упоминается лишь город под названием Голан, но самой территории голландских высот, само это название, его нет, ведь оно было дано римлянами уже после того, как была написана Библия. Они называли ее Гауланитис, что затем стало Голанами. В Библии же эта территория называется Вассан. И территория Вассан являлась частью земли обетованной, о которой Моисей сказал, «Весь Вассан отдал я», а Вассан — это Голаны. Некоторые утверждают, что евреи сами вывели свой народ из Газы. Но была ли Газа частью земли обетованной? Да, была. В первом стихе 15 главы книги Иисуса Новина, Книга Иисуса Новина, 15 глава, стих 45. Здесь написано, «Жребий колену сынов Иудинах», что означает, что эта часть земли была отдана колену Иудину, и далее «Екрон», с зависящими от него городами и селами его, и от Екрона к морю все, что находится около Азота, с селами их. Азот, зависящие от него города и села его, и Газа, зависящие от нее города и села ее до самого потока Египетского и Великого моря. Речь идет о Средиземном море. Итак, «Экрон», «Аждот», «Газа» — все это составляющие части земли обетованной. Когда сегодня мы смотрим на ситуацию на Ближнем Востоке, мы не можем не увидеть сильное желание, стремление Израиля к миру. Израиль — это не поджигатель войны, это не оккупационная сила. Народ Израиля отчаянно стремится к миру. Еврейский народ — это древний народ, страдающий от многочисленных кровоточащих ран. Во всем мире осталось всего лишь 15 миллионов евреев. За всю свою историю народ потерял столько жизней, что смерть еще одного молодого солдата — это слишком большая потеря. И так они жаждут мира. И когда мировая общественность говорит им, «Оставьте эти территории», и тогда наступит мир, они соглашаются на это. Раз так говорит мировое сообщество, «Они даже согласились вывести своих храбрых первых проходцев, ортодоксальных евреев, из песчанных дюнгаза, людей, которые строили там парники и превращали эти бесплодные земли в обрабатываемые сельскохозяйственные территории. Они готовы сделать все это ради мира. Все это, конечно же, приводит к разочарованиям, когда свои же еврейские братья выселяют этих людей, тех, кто возделывали эту землю с верой в будущее. Это очень печально. И это больное место в истории Израиля. Но правительство Израиля считает, что если они освободят некоторые области этой крошечной страны от своего присутствия, то, возможно, на этой земле скорее наступит мир. А значит, стоит попробовать. Но Бог говорит, что это часть земли обетованной. И я немало не сомневаюсь, что в один день евреи вернутся в Газу. И это не просто мое личное мнение. Об этом мы читаем в книге пророка Сафонии, одного из пророков, небольшую книгу, которого я всегда с трудом нахожу в Библии, где-то в конце Ветхого Завета. Иногда нелегко найти малых пророков. Но я попробую. Итак, в книге Сафонии, во второй главе, четвертом стихе, мы читаем следующее. «Ибо Газа будет покинута, и Аскалон опустеет. Азот будет выгнан среди дня, и Икрон искоренится». Газа, Аскалон, Азот и Икрон. Те же самые израильские города, о которых мы читали в книге Иисуса Новина. «Они будут покинуты, искоренены». Господь говорит «горе жителям приморской страны, народу критскому». Слово Господне на вас. Ханани, земля филистимская. Кстати, вы не найдете слово «Палестина» в Библии. Эта земля называется либо Ханаанской, либо Израилем. Палестина. Само слово происходит от названия народов филистимляне. Они, как мы знаем, были заклятыми врагами Израиля. Поэтому, когда римляне завоевали эту территорию и подавили, задавили не одно восстание, которое организовывали эти упрямые, непокорные евреи, они решили переименовать эту территорию, назвав ее Палестиной. Переименовали эту землю в честь ее врагов, врагов Израиля. Это было делом рук императора Адриана в 300 году после рождения Христа. Но Бог сказал, «Слово Господне на вас, Хананеи, земля филистинская». И сегодня палестинцы произносят это слово как «филистия», настаивая на том, что сами они происходят от филистимин. Хотя с исторической точки зрения это совершенно не так. В любом случае, они отождествляют тебя с врагами Израиля. Но Бог говорит, «Я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей». Это прибрежная полоса земли, сектор Газа, где жил народ критский, станет пастбищем для пастухов и загоном для овец. Кому она достанется? И достанется этот край остатком дома Иудина, Израилю. И будут пасти там. И в домах Аскалона будут вечером отдыхать. Ибо Господь Бог их посетит и возвратит плен их. В Слове Божьем пророк Сафония говорит, что сектор Газа будет опустошен и будет принадлежать остаткам дома Иудина. Поэтому сегодня я полностью убежден в этом. Потому что Бог не лжец, Он не может лгать. И однажды Израиль вернется в сектор Газа. Это часть земли, обетованной, а Бог верен Своим обещаниям. Ну, вместе с вами мы посмотрели эту лекцию, послушали. Теперь, дорогие эксперты, сейчас ваше время. Ну, готовы вы что-то сказать, может быть? Или, возможно, у вас родился какой-то вопрос? Давайте вот прям вот с вас начнем. Илья, есть ли у тебя какой-то вопрос? А исторический вопрос. А почему вообще сектор Газа и эта территория досталась? Ну, ее отобрали у Израиля, по сути. Хотя у Анатолия бы хотел спросить. Скорее всего, он это разбирается. Значит, ты просишь историческую справку. Да, да. Хорошо, Анатолий. Это важно для вопросов. Да, есть такая для меня сейчас новая дилемма, которую пытаюсь разошить. Я не историк, я библеист. Поэтому сказать, что я могу выступить как эксперт от этих вопросов, мне сложно. Дело в том, что вообще вся эта огромная территория Ближневосточного региона, она до фактически начала 20 века она не принадлежала ни одному государству, ни одного государства там не было создано. И лишь в 20 веке, в первой четверти 20 века начался такое деление территориальной образования сразу нескольких государств. Потом появилось там Транс-Иордания, появилось еще какие-то государства на Ближнем Востоке. И за эти территории, после того, в том числе территории сектора Газа, шли определенные противостояния, военные действия, войны, так называемые современные войны Израиля, в том числе во время первой войны за независимость в конце 40-х годов, в других войнах. И я не помню, в какой момент эта территория попала под юрисдикцию Израиля, в какой момент она стала. Она не была изначально как бы еврейской территорией, и еврейских поселенцев, сколько я понимаю, там не было. И после этого момента, когда эта территория стала частью Израиля, в том числе, там даже Синай какое-то время, Синайский полуостров, он тоже стал израильским. И там появились еврейские поселенцы. Ну и, соответственно, на международной арене происходил природный спор за эти территории. И мне кажется, в какой-то момент, уже в новейшей истории, уже в наши дни, Израиль решил вернуть эти территории, как говорит Вильям, чтобы укрепить отношения с соседними арабскими государствами. И в том числе, сектор Газа был возвращен под юрисдикцию, для того, что там, в том числе, как на западном берегу Иордана, такой территории, в секторе Газа, там было, наконец-таки, создано, в соответствии с резолюцией ООН еще 1947 года, было создано палестинское государство. И я понимаю, наверное, почему политики решили это вернуть, потому что надеялись, что это принесет больше стабильности, больше мира в их жизни. Но, как Вильям нам всем говорит, что это, на самом деле, стабильности не добавило, мира это не принесло. Но, таким образом, территории не были сначала еврейскими, потом они поселенцами были заселены и стали осваивать, а потом под политическим давлением или из-за политических интересов снова были возвращены для образования палестинского государства. Достаточно весомый ответ. Спасибо, Анатолий. Конечно, все, что связано с Израилем или вообще с территорией Ближнего Востока, оно не просто. Там такой целый клубок. И нужно поднимать историю. А к Анатолию мы лучше будем адресовать библейские вопросы. Да, библейские, да. И теперь вопрос такой по лекции Вильяма. Вначале вы услышали про территорию, о которых идут споры. Кому они должны принадлежать? Основная аргументация других народов, ну, скажем так, которые явно не в пользу евреев, что в Библии нет упоминания о Голланах. А значит, эта территория не имеет принадлежности к обитованной земле. Илья, может быть, Сара, кто-то из вас первый ответит, я не знаю, вы там решите. Вопрос к вам. Какое обоснование дает Вильям, говоря о законном праве, праве владения вот этими спорными территориями? Если вы были внимательны, вы дадите быстро этот ответ. Он прозвучал в самом начале. Ты знаешь, что это вопрос? Я как-то это мимо ушей пропустил ответ на этот вопрос. Но это не относится к тому, что Господь говорил, что всякое место, на которое вступит нога, будет вашим. Да, да. Ну, а ступали они на территорию Голланд? В Библии же нет этого упоминания? Не затрудняюсь ответить, не знаю. Анатолий, вы что думаете насчет этого? Вы знаете, для меня самого это была новая информация. Я тоже как-то упустил из внимания вопрос Голланд и Голландских высот. Но я сошлюсь просто на авторитет Вильяма. По-моему, Вильям в своей передаче сказал, что такое право все-таки есть. Дает Бог такое право и эту территорию тоже причисляет к обитованной земле. Просто в Библии она называется по-другому. Если я правильно помню, Вассан, он говорит, эта территория называется. Но это то, что мы сегодня называем Голланд. И поэтому он, как бы, опять же, оговорюсь, если я правильно понял Вильяма, он говорит, что эта территория тоже части бетонной земли под названием Вассан. Я как раз записала этот момент, но не сказала. Я вот хотел дать намек рассказать про дубы, рассказать про тельцов, потому что это связано с Вассаном, совершенно верно. Ну, давайте мы еще обратимся к Писанию пророка Иеремии, 50 глава, 18 стих. «И возвращу Израиля напажить его, и будет он пастись на Кормиле и Вассане, и душа его насытится на горе Ефремовой и в Голладе». Мы видим, что Бог, он хочет вернуть свой народ в землю обетованную, что он и делает, и он дает привязку к конкретным территориям, о которых сегодня, о которых сегодня в том числе идут и споры, и существуют некие противоречия. Но Библия очень ясно все расставляет на свои места. Здесь нам в помощь, конечно же, Слово Божие, Вильям, Анатолий, ну и, конечно, ваше экспертное мнение. Хорошо, движемся дальше. Сара, у меня к тебе тоже есть такой вопрос. Может быть, у тебя тоже появился, ну, появился тоже какой-то вопрос, на который ты бы хотела, чтобы Анатолий дал ответ? Нет, пока пока не появился. Как появится, сразу дам знать. Хорошо, тогда мы переходим еще к одному вопросу. Читая места из Священного Писания, мы видим в них исторический подтекст. Время проходит, согласитесь, это тоже аргумент такой весомый, да. Как говорят люди, все меняется, иногда в лучшую сторону, иногда нет. Сегодня мы наблюдаем картину, и она отличается от библейской. Что я имею в виду? Исторический Израиль это как бы одно, а сегодня нынешний или современный это совсем другое. Так вот, вопрос такой, вернутся ли в будущем евреи в свои места прежнего владения? Или это уже прошлое и давно забытое, а настоящее вот такое, какое оно есть? Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Ну, давайте к Саре я обращусь. Ну, они по-любому вернутся, так как это обетованная земля, которую Господь пообещал. Бог, он не лжается, он всегда исполняет то, на что он дал обетование. Вот, знаешь, Сара, здесь бы уместно было бы как раз напомнить мне то местописание, которое ты сегодня вспомнила. Всякое место, на которое ступит стоп. Какая здравия, да. Вот это прям как шарик в лузу падает, прям сюда, прям точно подходит. Илья, а ты что думаешь, права ли Сара? Да, я думаю, не спорите, все время согласны друг с другом. Сходимся во мнениях просто. Да, мы словили коннект. Но, может быть, Анатолий возьмет, я проверник? Я думаю, экспертное мнение. Я думаю, мы слишком правильно все обозначили и сказали. Пусть попробует. Анатолий, попробуй. Ну, давайте я высыплю тогда оппонентом в защите вашей точки зрения. Я соглашусь с ней, но поставлю запятую и добавлю следующий комментарий. В современных реалиях мне представить то, что Израиль вернется к территории, которая им была обещана Господом Богом, включая всю территорию на восток от Иордана, где сегодня находятся такие государства, как Иордания, часть Сирии, в том числе Голланд, они были сирийской территорией, в итоге войны только Израиль взял под свой контроль, как такой военный плацдарм. Мне представить, что в современных реалиях геополитических отношений это маловероятно. Это Израилю нужно будет развязать крупномасштабную захватническую войну, и это, конечно, вызовет колоссальное осуждение со стороны мирового сообщества, санкции, и все, все, что мы слышим из телевизора, все, что мы слышим из Ютуба, так надо говорить в современный момент, все, что мы слышим, все это обрушится на Израиль, которому и так непросто. мне представляется, что современные политики израильские пытаются устроить жизнь, мирную, благополучную жизнь на тех территориях в существующих границах, не думают о том, что территории должны быть расширены. Однако, современные вот эти геополитические отношения уступают в конфликт со Словом Божиим и обещанием. Как я для себя это, как библииста, разрешаю? Вот здесь наберитесь терпения еще на одну дополнительную минутку. Я не очень популярен в своих взглядах здесь, и, может быть, даже ошибаюсь, но я вижу в пророчествах у Исаии и в других пророчествах, я вижу намек, что не все должно быть совершено до момента пришествия Иисуса, Мессии Израиля, на Сион, возвращения великого Машеха на Сион, или пришествия великого Машеха на Сион. Не все. Я вижу, что пророки намекают, сам Господь Бог нам намекает, что многие вещи должны будут уже переустроить пришедший Мессия в период так называемого Емей Хамешах, времена Мессии, или мы это назовем Царство Израильское, или мы еще назовем это Тысячелетнее Царство. В это время еще многое предстоит будет Мессии совершить и исправить, допуская, что именно в этот момент вот тогда уже юрисдикция Израиля распространится на большие территории, в общем, на те территории, которые Бог им обещал. Но в тот момент, в тех условиях, в ту диспенсацию, скажем так, сейчас, и мне это очень сложно представить. Твое мнение, Анатолий, оно созвучно с тем, о чем думаю я тоже. Поэтому я, пожалуй, соглашусь, хотя ты был неуверен, что кто-то может быть и не согласиться. Я так понимаю, что есть ответственность еврейского народа на владение своей земли Израиля, не Палестины, да, потому что в Библии такого определения тоже нет. Написана земля Ханаанская, так есть, да. Вот, поэтому, конечно же, есть ответственность. Но есть ответственность и народов, о чем я сейчас в завершение уже нашей передачи скажу. А пока я буду говорить, я хочу попросить Илью, хочу попросить Сару, чтобы они написали главную мысль, о чем я просил в начале передачи, о чем в этом послании говорил Вильям, что там самое главное выделили бы вы, может быть, одним словом, двумя, тремя, подумайте, посовещайтесь, у вас есть сейчас возможность, время, а я буду подводить итог. Кирилл, можно перед твоим итогом я одно очень важное воззвание озвучу? Да, пожалуйста. Я бы хотел предостеречь нас, христиан, от сильно радикальных взглядов. Почему? Потому что нам со стороны, находясь в других странах, что-то советовать Израилю, израильтянам очень просто. Мы очень иногда радикально религиозно мыслим, да, верните эти территории, заберите, но просто цену за это возвращение платить будем не мы с вами. Поэтому давайте лучше, мы весь наш такой радикальный порыв, мы его в молитве направим, нежели в советах, в молитве за Израиль. Я думаю, будет правильнее. Хотя радикальных взглядов у нас христиан, христиан-сианистов хватает. Спасибо, Анатолий. Совершенно верно, я поддерживаю тебя в этом. Может быть, одну мысль добавлю, когда общаешься с жителями Израиля, то вот это напряжение внешнее, которое существует вокруг Израиля, оно передается им. Это видно в том, как они мыслят, видно в их голосе, в глазах, во всем. И все, что мы делаем, конечно же, мы обращаем молитвы к Богу, но и говорим им, что это земля. Принадлежит вам. Мы просто их вдохновляем, потому что так написано, другой аргументации у нас нет. Так вот, перехожу к ответственности народов, потому что они же делили эту землю, но какое отношение или какой взгляд Бога на то, что делали и продолжают делать народы. Мы это находим в Писании тоже. И Аиль, 3 глава, 2 стих. Что говорит Господь? Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили. больше коснусь не то, что они рассеяли, а вот именно о земле. Формулировка, что это не просто земля Израиля. Бог говорит, эта земля моя. И вот это мы должны четко понимать. Как-то мы писали, что у Бога есть заветные взаимоотношения с Израилем. Да правда ведь? И он эту землю отдал своему народу. Но интересно, и нам, и зрителям, что же написал Илья и Сара. Вы можете поднять этот плакат. Двоем поднимайте, вдвоем держите. Бог не лжец. Хорошее утверждение продолжайте держать, потому что в Боге есть только истина, да и имень. Итак, раз, два, три. Снято. Ну что же, друзья, спасибо за ваше внимание. Спасибо зрителям, что вы остались до конца. Мы делаем попытки больше и больше погружать вас в эту тему и сами больше в нее погружаемся, потому что взаимное общение оно всегда обогащает. Мы благодарим Илью, Сару и Анатолия за участие в этой передаче. Благодарим Вильяма, потому что ему так много есть, что нам сказать. И не пропустите следующую передачу. Всем благословений. До свидания. До свидания. До свидания. Никогда больше. Эта фраза происходит из стихотворения Ицхака Ламдана 1927 года, в котором говорилось «Никогда больше не падет Масада». Этот лозунг использовался освобожденными узниками концлагеря Бухенвальд для выражения антифашистских настроений. Бывших малолетних узников гетто и концлагерей становится все меньше. Мы, конечно, можем прочитать их истории в книгах, но куда ценнее услышать истории спасения из уст, заглянуть к ним в глаза, увидеть неподдельные эмоции. Эти воспоминания важны для каждого человека, ведь только узнав, что происходило с еврейским народом во время Холокоста, мы с уверенностью можем сказать «Никогда больше». Меня зовут Красницкий Велен Викторович, 38-го года рождения. В 41-м году, когда началась война, мы с мамой и моей сестрой Инной уехали в эвакуацию, буквально в первые дни войны, потому что папа был мой военный, и, естественно, он сразу в отпуске, и он сразу ушел в военкомат. И там было организовано всех семей офицеров, сразу посадили в эшелон и увезли. Так что 21-го июня началась война, а выехали мы где-то через неделю. Мы уже выехали и поехали в эвакуацию. И там мы через несколько дней познакомились с другой семьей. Моя мама познакомилась с другой семьей. Эта семья тоже с двумя детьми, женщина с двумя детьми, как и моя мама. И в общем-то мы стали вместе жить там, пока была советская власть. 5-го июля 42-го года немцы после Харьковских событий пошли на Баку и заняли Ставропольский край. Исторически получилось очень быстрые смены событий. мы каким-то образом попали в консультационный лагерь, который создали немцы сразу же. Создали собирали всех евреев, всех цыган и коммунистов. И там в общем-то началась вот эта сортировка. У немцев уже была такая команда всех цыган и всех евреев уничтожать. Вот и мы попали в этот оборот. И получилось так, что в один из дней, когда проходила акция, немцы, проводя акцию, выгнали всех, которые были лежали на нарах вот в этом яйцебазе, выгнали и стали ну естественно высматривать кто что чего как значит в Караспоткинской жандармерии, которая очень быстро образовалась там, это недалеко, получилось так, что мы вот попали в эту группу. Но дать должное мамы этой женщины, которую я знаю с 41-го года, вот мы познакомились, она очень быстро все сообразила, переименовала всех нас, потому что я Виля, она Соня, ее сын Иосиф, понимаете, моя сестра Интерна и так далее, поэтому она быстро всех поменяла, Интерна стала Ниной, я стал Витя, Виля, Витя, она стала Рай, Иосиф Корей, и сама себя переименовала, вот, Ластюк, но уже вот за то время, пока мы были в консультике, мама моя умерла от этого нервного стресса, у нее был рак горла образовался, и вот она от этого умерла. Когда моя мама умерла, то я ей открывал глаза, потому что, так сказать, и дергал ее, что мол, проснись, то вот тетя Басю взяла меня на руки и сказала, теперь я твоя мама, и вот с тех пор для меня слово мама это святое, слово. Я вот поэтому я всегда говорил на протяжении мне уже, слава Богу, 1984 год, я всегда преклоняюсь перед мамой. И вот эта женщина вышла вперед всей вот этой толпы, которая стояла, подошла к автомобилю, где стоял этот гестаповец, и ему стало говорить, что она украинка, попала совершенно случайно, вот он не понял, показывая, указывая на этого полицейского, и выслушав вот тетю Басю, немец, нас всех пятерых, так сказать, и нас отвели в сторону от этой всей толпы. И вот получилась такая история. Из 141 человека, который был в первой партии, осталось в живых 12 человек. Из 12 человек пятеро мы, евреи, остались живы. Вот на этом месте, где была вот эта акция, там стоит памятник, но там уже не то количество было, а там в этом месте уничтожено невинно убиенные, уничтоженные в газовой камере порядка 550 человек. Там так на памяти так и написано. И вообще за короткое пребывание немцев в Ставропольском крае, они всего были 23 января будет 43 года Ставропольский край был освобожден. И вот за это короткое время на всем Ставропольском крае немцы смогли уничтожить где-то больше 140 тысяч человек. Вот. Поэтому я хочу почтить память и мамы тети Баси, которая нас спасла, меня и мою сестру. Вот. И огромнейшая благодарность ее брату Иосифову, который долгое было. Память ему тоже. Вот он ушел недавно совершенно. он как раз все это поднял. Он это поднял. И, так сказать, благодаря ему вот была написана книжка Додиком Семеном Давыдовичем название такое «Баллада о женщине матери», которая была напечатана в еврейской газете в Израиле и которая вот даже сейчас можно прочитать по интернету на сайте proza.ru Главная цель нашего канала изменить отношения евреев и христиан друг к другу. Мы надеемся, что вам нравятся наши передачи. Не забудьте поделиться ссылкой на этот выпуск со своими друзьями и тогда нас, любящих Господа Израиль, Церковь, еврейский народ и всякий другой народ станет больше и мир изменится. И даже если он не изменится вокруг нас, он обязательно изменится внутри нас. Это девиз нашего канала. Ну а первый пятничный выпуск подходит к концу. Давайте послушаем пастора Церкви Святой Троицы из Серпухова и помолимся вместе с ним. До встречи 4 апреля ровно в 7.40. Приветствую вас, дорогие зрители. Я Посельков Леонид Викторович, пастор Церкви Святой Троицы в городе Серпухове. И в начале этого прекрасного благословенного дня хочу пожелать вам благословения и Слову Божьего. Мудрый царь Соломон говорит и назидает нас и говорит прекрасные слова. И я хочу, чтобы это стало литмотивом не только всего этого дня, но и всей вашей жизни. Книга Клисиаст 9 глава 8 стих. Да будут во всякое время одежды твои светлые и да не оскудевает елей на голове твоей. Дорогие, какое прекрасное пожелание. Да не оскудевает елей, да будут одежды светлые. Что значит одежда? Что это сегодня для нас? Для нас, конечно же, одежда это аллегория нашего образа жизни. Что мы не должны испачкать свои одежды жизни грехом, миром или еще какой-нибудь скверной. То есть мы должны хранить свою праведность, хранить себя пред Всевышним, жить свято, праведно и жить в гармонии. Жить в гармонии между Богом и людьми. И вторая часть этого благословения и да не оскудевает елей на голове твоей. Это тоже аллегория, которая говорит о том, что елей на протяжении всей Библии это символ Духа Святого. Руах. То есть пусть Дух Святой всегда будет в полной мере в вашей жизни. Доблосит вас Господь, чтобы через вас текли Божьи дары другим людям, чтобы вы были исполнены Духа Святого, чтобы Божья сила и благодать пребывала на всех вас. Позвольте мне помолиться. Дорогой Всевышний, я прошу благослови моих зрителей, благослови их при входе и при выходе, благослови их во всякое время, дня и ночи. Пусть всегда их одежда будут белоснежными, чистыми, неоскверненными. Дай, чтобы елей Духа Святого в обильной мере почевала на них, и они были исполнены Духом Святого, жили в гармонии с Богом и людьми. Благословляю вас в могущественное имя Всевышнего. Аминь. 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 Вместе мы сердца свои распахнем Навстречу дню и свету Вместе к нам в сердца ворвется любовь И мы поем, что-то не сбылось Но солнце поднялось Весна наступит, но Да здравствует любовь Ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Я-ка-т-лэ-э-лэ-лэ Ніфтат-вэ-ні-рэ Когда ошебаша мајм Я-ка-т-лэ-лэ-лэ И в днах, в этиква, а-а-а-а. Что-то не сбылось, но солнце поднялось. Весна наступит вновь, да здравствует любовь. Продолжение следует... Продолжение следует...